И мы продолжаем наш небольшой мастер-класс. Мы здесь собрались в клубе «Тайгер» Москва. Александр из Красноярска, так сказать, сибирская школа дзюдо, так можно назвать, да? И Александр покажет сегодня какие-то свои интересные штучки, техники, которые он любит выполнять в борьбе лёжа. Один из любимых моих приёмов – это задушающийся через руку. Это когда соперника через руку скидывает, охватываешь, ногой подбиваешь и переворачиваешь. То есть неважно, можно это чудо делать. Можно с одной рукой его вот так вот протягивать, а потом замирать. То есть неважно. Можно сразу подныривать так. Смысл в том, что главное – забрать вот эту руку, отключить его в бок, вот здесь, плотно бы прилёс. Даже необязательно прям сразу захватывать. Главное руку вытянуть, и какое-то время он будет его назад вытягивать. Да, её придерживаешь второй рукой, а эта захватывает и потом. А ноги каким образом работают? Эта толчковая идёт, а эта сбивает. Понятно? Раз, два. Получается, если быстро будет, раз, два, три, один из любимых приёмов, то есть другой вариант. Сейчас, Александр, я хочу маленькие дополнения, потому что люди могут спрашивать, задавать вопросы. Ты сейчас покажал уже из положения, когда ты лёжа. Но дзюдо, борьба, она как бы начинается стоя, да? Если мы возьмём джиу-джитсу, который у нас сзади, за спиной, там уже в основном лёжа всё. Как какую-то комбинацию, или вообще, как прийти вот к этому положению лёжа? Или что приводит туда? Скажем, к ней приводят. Даже со стойки, сзади, ногу просякаешь, сюда скидываешь. То есть, ты хочешь сказать, что это целенаправленный твой уход в партер? Ну, скажем так. Как, типа, какая уловка затянуть, да, вниз? Ну да, противника, чтобы потом под него залезть. А можно это делать сверху, если ты на нём лежишь. Точно так же. К примеру, режимом такого есть. Так же можно эту руку. Главное, борьба с этой рукой. Он всё равно не будет её здесь держать, он будет где-то вот здесь хвататься. Твоя задача убрать, от неё уйти, и так же снизу забрать. То есть, вот, знаете, с рукой, прижимаем, сюда её выводим. Может, так вот, да-то, захватывать. У него подныриваешь. Так. Главное, вот эту руку забрать. Да, и неважно. Просто снизу это гораздо лучше. Потому что снизу ты его к себе притягиваешь. Вопрос могут задать вообще, откуда эта техника, кто тебе показал её, где увидел ли сам что-то как-то. Или когда вообще она в твоём арсенале появилась? Ну, появилась она лет, наверное, двадцать назад. Как бы у нас, как бы, из Биржа, Свердкова, там, первым делом это партер был. Одно из главных, как бы, направлений у нас. Все партерики, как бы, все хорошо вводятся в партере, как бы, лица все известные, как бы, спортивный клуб Платин. Поэтому, как бы, все, кто их знает, как бы, все знают, какой у них партер. А партер это, наверное, потому, что всё-таки в Сибири борьба, имеется в виду греко-римская, вольная, наверное, да, так вот, тот регион такой развитый. И оттуда, наверное, больше это пошло, да? Да, у нас, как бы, много известных, хороших. Олег Мальцев, Сергей Космынин, как бы, много известных и трейдеров, чемпионов мира, как бы. Да, и участницы Альпийских игр есть в ковриге на море. Поэтому, как бы, у нас партер был, это полтренировки, это точно занимал партер, чисто партер. Хорошо, Александр, тогда потихоньку поднимаемся в стойку, да, и сейчас посмотрим наработки техники стойка. Ну, смотрите, стойка, один из моих любимых, это передняя с захватом руки, либо с лечом. То есть, мысль в том, что, как бы, классический прием, они идут в такие, то есть, тянешь одной рукой, я тяну двумя, захватываю, и с помощью этой вздерки помогают. Получается, тяга не одной рукой, получается, иду меня, а потом затягивать. Ну, давай-ка помедленнее вот этот момент. Собираю эту руку, противник думает, что я сейчас буду ее срывать. Да. Я ее забираю, но это время с помощью ее на себя натягиваю. Да, и потом перехватываю. Получается, двумя руками тянешь, сила такая, и она делается быстро, резко, потому что можно так сделать, и резко. Да, вот именно двумя, за счет этого, вот тянешь тоже второй рукой. И поэтому сильнее тяга идет, чем одной. Ну, получается, ты начинаешь делать, противник может видеть, может уму забрать. Да, а если он забираю и заберет, я держу здесь все равно, у меня бутяк, у меня локоть все равно сюда пройдет. Если он даже не отпустит, но у меня локоть сюда пройдет. Я уже могу делать локоть, избирать. Вот так, в принципе, я с той стороны еще смотрю. Что локоть не мешает вот этому. Он поможет наоборот, и локоть не ближе. Вот сюда я его затерю. Он все. Вот где же локоть? Вот здесь у тебя даже получается и передняя подножка, и даже отхват такой, да? Да, его можно как хочешь. Подхват под длинный бед. Выбранный захват. Именно, да, что захват, потому что нужно сделать такой. Поэтому, это такой коронный, что можно сказать. Тут ты можешь, что хочешь сделать. Руку блокируешь по-любому. Да, можешь перехватить ее, а можешь и сильно потереть. У меня все равно тяга сильнее, чем в одной. Конечно. Что-то он заберет, может, и подключает его. Все, я ничего не сделаю. Вот так, включу. А если у меня будет вот здесь, то он ее туда не подстилет. Здесь такой треугольник силы, да, получается? Да, и он идет сюда, потому что он может попасть, а он этого не будет делать. Да, да, да. Однозначно. Да, поэтому, если даже в борьбе это получится, попадешь, то в это нарушение правил нет. Да, поэтому идет тяга вот сюда. Думя руками. Поэтому принцип такой, что ты захватил, получается, ты всей спиной накручиваешь. В падении, не в падении, как хочешь. Можно, в принципе, делать их. Какой же принцип, на года он делает. Так, ну, вытянут. Да, вот за счет вот этой руки, тяги, ты освобождаешься, она у тебя сближается, и ты переходишь, лохот переночек. Вот сюда. И этот, этот, этот вариант, откуда появился в твоем арсенале? Ну, как бы, тренировался с хорошими парнями, как бы, все мастера-классы нужного класса. Все, члены сборной команды России, скажем, там, 2002-2001, там, да, 2000-е, как бы, да, Александр Ильин, там, Александр Тимошин, Гарри Кайвазян, там, так, Сергей Игнатьев, как бы, такие парни, что, как бы, Хостя Бутенев, Вот, как бы, я с ними тренировался, и все у них набирался. Да, как бы, ну, было с кем тренироваться, они тогда были сильнейшими в России, скажем, они с клубом «Евара-невата» как-то противостояли, все бились, да, поэтому, как бы, вот, было с кем тренироваться, поэтому было где это научиться. Александр, спасибо тебе, и спасибо сибирской школе дзюдо, и всем ребятам, вот, да, большой привет.